Друзья, всем привет! С вами Тони! Вы на канале Тони ТВ, и я рад вас приветствовать у себя на канале. Вы, наверное, уже давно-давно соскучились по роликам, которые выходят у нас очень редко. Ну, редко они выходят, потому что тематика у нас в основном сейчас идёт по арку. Все остальные видосики почему-то вы как-то сильно игнорируете, но они на самом деле очень древние. Но я планирую как бы расширить наш кругозорчик и внедрить ещё несколько интересных игрушечек, в которые я немножко чуть-чуть там поиграл, скажем так. Вот, но пока всё-таки я решил вам рассказать очень интересный момент. Сегодня-сегодня буквально он произошёл. Рассказать, поделиться и снять своё соло-приручение в Ark Survival Evolved. Соло-приручение Китсаля Коатля, друзьяшки. Поехали, поехали, пристегните рембручечки и погнали. Итак, для начала что нам нужно? Нам нужен Китсаль Коатля прирученный, лоу-левел. Лоу-левел, я думаю, вы сможете приручить даже вдвоём. Данный способ нужен для того, чтобы вы просто могли спокойно расширить своих, так сказать, своих животных и дальше прогрессировать, выращивая новых животных из хай-левельных. Ну, понимаете, чтобы с 150-х приручить. В общем, вам что понадобится? Вам понадобится ружьишка, вам понадобятся усиленные дротики, чтобы время сэкономить. Вот как у меня, у меня такой вот ружьишка есть. Оно хорошее на... Так, сейчас скажу на 208 урона, улучшенное фиолетовое мы его делали. Делали его с помощью вот этой вот новой фишки, когда мы прокачиваем опыт навыка изготовления. Нам понадобится с вами, с вами понадобится нам вот такие вот дротики. Я много не буду брать, потому что я уже заприметил, как бы и ролик должен быть коротенький. Вот смотрите, кстати, вот так вот у нас теперь внутри разукрашены и показаны специально наш друг. Я сейчас вспомню, фалькон, фалькон, вот он лежит. Он у нас здесь сделал вот такую вот красоту. Давайте, знаете что, я вам покажу. У нас на сервере такую тему ввели. И гаммочку ввели, я не знаю, что он админ просто смотрит. Недавно на пиктек ходили, мы на пиктек фармим, фармим тек. Ну, в общем, смотрите, вот такие вот у нас интересные есть засветы, мне, если честно, очень сильно не нравятся. Вот так вот. О, вот это рыболовная принадлежность. Давайте я отключу, чтобы совсем было все вам красиво. Ну вот, сидушки. Это все делается через редактор, насколько я знаю, вроде бы через png, вроде бы должны быть файлы. И они вытаскиваются, вставляются. Вот это мой, видите, с нашим логотипчиком. Это у нас, это у нас фалькон, это у нас камикадзе, это у нас эдван. И вот тут девчушки у нас. Вот, смотрите, вот так вот все красиво, красиво, здорово. Мне очень нравится. Кстати, переработали немного базу. И теперь у нас вот здесь вот есть такие вот врата. И мы поднимаемся на второй этаж. Следующий этаж у нас заблокирован. Заблокирован специально. Вот так вот. В общем, ладно, давайте. Берем с собой, значит, ружьишко. Ружьишко, ружьишко у нас есть. Дротики мы взяли. Берем с собой обязательно еды. Еда нам понадобится для того, чтобы просто самим кушать. Также, ребят, не забывайте брать шибики. Шибики. И не забывайте, не забывайте кецаля заправить мясом. Самое главное, это заправить кецалем мясом, чтобы он не голодал. И вот с первыми лучами солнца. С первыми лучами. Но я пока что сделал гамму побольше. Для того, чтобы вам было поприятнее. Теперь я могу вот такое вот себе позволить. И мы направляемся, значит, к кецалю, которого совершенно недавно буквально нашли здесь недалеко. Я летал специально на Виверну. Нашел его. Кстати, да, я забыл вам сказать. Пока что вот мы летим. Я вам расскажу. Для того, чтобы приручить кецаля данным способом, вам необходимо построить вот такого характера конструкцию. Это я сегодня нашел. Буквально, может быть, это бака. Может быть, действительно, очень даже интересная тема. Кецаль просто сам по себе. Я предлагаю вам просто посмотреть, порадоваться. Изучить данный способ. Кстати, кецаль лучше брать на стамине, если вдруг что-то не пойдет не так. Ну вот. Заднюю часть конструкции не рассматривайте. Это была проба с понижением. Потом мне пришлось все разобрать. Потому что при, как я называю, при снижении фундаментов и спуске их на погоны, скажем, кецаль на плечи, происходит момент, кецаль начинает при снижении, начинает тупить. Вот. Просто ставите фундамент вот такие вот в разные стороны перекрытия и спускаете вот на три, получается, на три элемента, на три рампы вниз. И все. И погнали. Значит, летим. Здесь кецаль у нас совершенно недалеко остался. Осталось долететь немного до горы. Я думаю, что... Что у нас по времени? А по времени у нас нужно кашечку нажать в 5 часов утра. Давайте я включу гамму нормально, чтобы было красиво. Красиво, да? Вот так вот. Как вам больше нравится? Расскажите-ка мне. Все-таки лучше без гаммы или как? Ну, мы сейчас уже подлетим. Вот такая вот красота. Арк все-таки красивый. Красивый. Ну, у меня вот здесь в полете 50 фпс. И наши животные находятся совершенно рядом. Так, также, ребята, совет такой. Используйте свои навыки в отслеживании квизаля, квизаля-куатля. И, соответственно, его приручайте в хороших областях, где очень мало хищников. Я вам сейчас покажу, как нужно это делать, как укладывать свой способ. Индивидуально. Я не знаю, раньше вроде бы такого не показывали. Ну, так. Очень долго мы летели. И вот здесь вот где-то он должен у нас оказаться. Давайте посмотрим на стамину. Он у нас этого кицали стамины 3,5. Поэтому он у нас и кгбшник. Но он у нас вчера. Раньше была у нас скорость, ребята, вкачан. Поэтому он у нас и на стамине. Ой-ой-ой-ой. Я же кашечку отжал, да? Ладно. Итак, квизаль-куатля находится где-то вот в этой части. Я его видел. Там уровень маленький. Уровень маленький. Вчера, кстати, был такой момент. Я нашел 150-ю квизаля. И он в ПВЕ-режиме нарвался на турели ребят, которые у нас живут. Циквоке. А вот и квизаль. Он просто, скажем так, ты глупый, прилетел. А у них турельки умные. Смотрите, какой квизаль. Как низко спускается. Попить, наверное, захотел. Ну, в естественных условиях, скажем так, мы его сейчас и приручим. Так, заходим сзади. Ну что, все, погнали. Вот оно, приручение. Приручение пошло. Заходим к квизалю. Вот так вот над ним нависаем. Он у нас вылетает. Видимо, у меня только тогда получилось. Надо еще раз попробовать. Пробуем еще раз. Молодой человек, вы можете вот так вот? В общем, вниз нажимаете и спускайте, вот пока он не встанет. Вот так вот. Пока он не зависнет, скажем так. Потом берете ствол. Он завис. И погнали. Он попытается улететь. И он улетит. У меня тогда, кстати, не улетел. Давайте попробуем. Эх, долго его догонять, конечно, придется. Развернулся почему-то. А у меня тогда 140-й не развернулся. Видите? Случай на случай не приходится. И очень долго его догонять. Но ничего страшного. Мы никуда не торопимся. Все-таки это на соло приручение. И вот так вот мы проводим свое время драгоценное. Очень. Ой, как он улетел. Здорово улетел. Он прям меня боится. Он понял. Понял. Понял то, что я очень серьезно настроен. Так. Главное, чтобы он не улетал у нас сильно далеко в секву. Давай, брат. Вот я. Вот я. Ты уже не боишься. Ты еще до сих пор боишься. Смотрите, вот это агр. Понимаете, бывают животные абаганые. И они. И глючит просто. Видите, он до сих пор меня боится. Я его преследую, а он меня боится. Хотя уже такого не должно быть. Он должен отагриться. Молодой человек, постойте. Блин. То есть, просто есть один такой момент. Он перезарядится. Давайте отстанем. Негодяй. А как все хорошо начиналось. Да сколько громких и красивых слов. Аквизаль ты оказался, гад. Баганый, видимо. Ушел просто от нас. Ну сейчас, ладно, мы его догоним. Все, он отагрился. Пробуем попытку номер два. Что он так низко спускается? Ну он прям такой, знаете. Пойду-ка я травку пощиплю. Я такой вот молодой, задорный, красивый. Так, давай, братан, все. Все, тебе нужно успокоиться. В общем, я на него сейчас сверху наседаю, скажем так. Вот так вот. Вот так вот. Приземляю его максимально. Не улетаешь. А, он, видите, вниз. А я тогда, видимо, он забаговался у меня. Ладно, сейчас мы еще раз попробуем. Ну он, конечно, у меня сейчас упадет. Я думаю. Что тут происходит? Что за битва? Кто на кого напал? Черепаха и два раптора. Раптор раз. Уснул. Раптор два. Уснул. Ага, ладно, погнали. Полетели за нашим кьюзалем. Так, попытка номер три. Я думал, кролик будет коротким еще на самом деле, ребят. Пробуем. Привет, братюнь. Че, как жизнь? Не желаешь повстречаться? Пообщаться? Пообщаться не желаешь? Я сейчас жму вниз. Тем самым, так сказать, его, стараясь баговать, чтобы он далеко не улетел. Так. Голова у нас кьюзали вниз. Эх, третья попытка и не удалась. На. Ну. Не, ну, учись, учитывая то, что у меня такие мощные дротики, конечно, я его валил. Ну, как бы, ну, так вот. В общем, смысл вы поняли? У меня все получилось. Сейчас, конечно, не сильно получилось. Но таким образом ему можно стопить. А в некоторых моментах он начинает баговать. Попробуйте, попробуйте. И те, кто, у кого получился данный способ, ребят, отпишитесь в комментариях. Очень интересно, как же у вас все-таки это получилось или не получилось. А пока какие-то циквизалькуатли, которого мы, так сказать, уложили. Пускай здесь лежит, отдыхает. Кстати, 50-й левел. Я думаю, что никто не сможет его быстренько приучить. С вами был Тони. Вы были на канале Тони Ту Вайлд. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, вам понравился данный ролик, данная задумка. Подписывайтесь на канал. Переходите в ссылочках в описании. Также я вас приглашаю на сервера Тони Ту Вайлд. Ссылочки тоже будут, ребята, в описании. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Пойду таймить, пойду таймить, ребята. Все, давайте. Всем пока-пока.